Всем привет, дорогие друзья! Мы снова находимся в динамовской семье. Сегодня у нас в гостях новый и старый новичок киевского Динамо. Карлос Депена, Микель Дойлунд. Мы сегодня с ними пообщаемся, мы сегодня с ними сыграем в интересную игру и, конечно же, проведем время с незабываемой пользой. Карлос, Динамо, ты не так давно, поэтому я должен спросить у тебя, счастлив ли ты здесь? Да, я очень счастлив здесь. С первого дня в этой команде я понимаю, насколько велик этот клуб. С каждым днем я чувствую себя здесь все лучше и лучше. Микель, прошел год твоего пребывания в Киеве, подведем его итог. Все началось очень хорошо, но в итоге я сломал ногу и вылетел из строя на 5 месяцев, но сейчас я уже не чувствую боли. Тренируюсь, играю и делаю все, чтобы набрать свою лучшую форму. Что касается Динамо, я люблю этот клуб, люблю город Киев. Да, я учу русский язык. Благодаря Дуйлунду знаю несколько слов на датском. Датский язык очень сложный. Мало кто может повторить некоторые наши слова. Очень сложно. Он говорит, что ему не нравится твоя футболка. Нет, нет, нет. На самом деле я говорил Карлосу, что украинский язык очень сложный. Сложный? Микки, ты из Дании, что может быть сложнее датского языка? Да, но наш язык совершенно другой. Конечно, датский очень сложный, но именно для нас ваш язык намного сложнее. Я считаю, что учить язык – это говорить на нем каждый день. Вместе с Карлосом делать это намного легче. До того, как я вылетел на пять месяцев, регулярно посещал языковые уроки. Но после травмы уже было не до этого. А ты сможешь что-то сказать на нашем языке? Я говорю немножко по-русски. Я думаю, Киев – это хороший футбол-клуб. Меня зовут Миккель, и это Карлос. И это Карлос. Я могу сказать много, но это очень сложно. Я знаю много. Итак, первый вопрос. До возвращения в Динамо Киев я 7 раз становился чемпионом Украины. Потом уехал играть в Китай. К сожалению, это были мои последние чемпионские титулы в Украине на данный момент. Кто я? Кто я? Он играет в Украине. Он играет сейчас. Я могу сказать. Но я не знаю. Я не знаю, кто играет. Но ты его знаешь. Я могу сказать, что ты его знаешь. Хорошо, а ты? Хорошо, я могу сказать? Да? Олег? Олег? Я потерял свою шанс, но я думаю, что он не получит. Если он получит это, то я сейчас даю его шанс. Но ты говоришь, что я знаю этого человека. Да, ты знаешь этого человека, и ты тоже. И ты уверен, что я знаю этого человека? Конечно. Он не играет сейчас. Я могу сказать, что он играет, coach или менеджер. Но он не играет от нас. Ты должен сказать, что он играет в команде? Он играет в команде сейчас? Он не играет в команде. Он играет в команде сейчас. Потому что он играет в Китай и 7 раз чемпионат Украины. Он не играет в команде. Он играет в команде, но... Я не знаю. Я не знаю. Это Александр Хацкевич. Фед coach от FC Динамо Киев. Я не знаю. Я не был там. Я был там. Мы должны все это убрать. Мы должны убрать это убрать. Мы должны убрать это убрать. Так, мы только два игры остались. Мы должны убрать это убрать. Если кто не играет. Это было половиной для меня. И я 0 для Хацкевич. Нет, shut up. Я сказал что-то. Почему? Окей, окей, я сказал что-то, окей, я сказал что-то. Окей, следующий. Ты знаешь о его позиции, где он играл? Медленно. Да? Да, он был в центре, да? Да, в центре. Украина известна для своих девушек. Между прочим, Украина известна самыми красивыми на свете девушками. А вы уже успели их оценить? Девушки здесь очень красивые. Я был очень удивлен, когда я приехал, потому что... Девушки тут очень красивые. Я был приятно удивлен, когда приехал сюда. Украинским парням очень повезло, что их окружают такие красавицы. Они просто прекрасный чувак. Не так давно я играл в финале Лиги Европы и стал одним из лучших ее игроков. Но до этого я пробовал проявить себя в семи украинских клубах. Кто я? Семь украинских клубов. Кто я? Как вам наши дороги? Очень плохо. Очень плохо? Да. Ужасно. Но я не так много времени провожу за рулем. Как? Не, не, не. Не, не. Знаешь, мой первый выезд с Динамо был в Мариуполь. Мы прилетели в один город, потом сели в автобус и поехали. Узнал, что ехать 4 часа, сказал, не проблема. Взял свой айпад, накачал фильмов, дальше началось. Смотреть их не получалось. Мы словно на вертолете летели. Однако я не капризный, так как у нас в Уругвайе дороги примерно такие же. Думаю, в Дании они лучше. Я думаю, что в Киеве еще все не так плохо, но если взглянуть на другие города Украины… Когда я перешел в Динамо Киев, не смог четко произнести название этого клуба. Один из президентов. Кто я? Сидкли. 1-1. Окей, это было очень легко, чувак. Только одна возможность. Задроу? 1-1. Да, может, Че-Чей или Виктор Войно, я не делал команду с ними. Но ведь ты не играл с Че-Чей. Нет, он как раз уезжал в тот момент, когда я приехал. Я был с ним знаком ровно две минуты. Парни, а вы знаете, что в Украине новый президент? Да, я вы знаю. Да, Зеленский. Зеленский, да. Что ты можешь сказать о нём, что ты знаешь о нём? Я знаю, что он комик. Да? Я знаю, что он комик. Знаю, что он очень молод. И в Украине еще не было таких президентов. Я как раз переехал сюда в период выборов. Я надеюсь, что этот кандидат был лучшим для страны. Лично я считаю, что это хороший выбор для страны. Я знаю, что есть много нюансов, с которыми ваша страна борется, такие как коррупция. Я не сильно разбираюсь в политике, причем не только в украинской, но и в датской. В ваших странах футбол и политика – это одно и то же? В Дании, конечно, это разные вещи, и это очень хорошо. Однако футбол и политика сейчас довольно часто пересекаются. Когда я переехал в Динамо, у меня были самые длинные волосы в команде. В Англии не обращали на это внимания. Кто я? Кадар. Ты можешь сказать. Я видел этот волос, когда он встал. Он в WhatsApp-профиле фото? Да, нет, нет. Он играет на Нью-Касси. Дуйлон рассказывал, что в очень хороших личных отношениях с Дани Агером. Ознаком ли ты, скажем, с Фарланом? Да-да, конечно, у нас совместный бизнес. Мы открыли спортзал в Уругвае. На меня вышел наш общий друг, предложил инвестировать в этот проект. Мне понравилась эта идея, так как она связана со спортом. Поэтому сказал, что хочу стать частью этого бизнеса. С тех пор мы и общаемся. Однако до этого были знакомы лишь заочно, так как всегда играли за разные команды в Уругвае. Могу сказать, что он реально хороший парень. Я играл в Уругвае, и, конечно, я не могла встретить его раньше, но он очень хороший парень. Я очень эмоциональный человек. И часто я могу сказать плохие слова в других языках. И... Кензиора. Как он это делает? Я учил. Вики, давай. Ребята, а вы знаете, кто такой Жюньер Морайс? Да, я читал о нем, видел в инстаграме. Его поступок я не смог понять. Вот давайте сейчас на чистоту. Скажем, смогли бы вы перейти в Шахтер? Нет, конечно. Спроси меня, перейду ли я туда. Сразу отвечу, нет. Я игрок Динамо Киев. Я сделал свой выбор и никогда не перейду в Шахтер. После этих слов ты стал мне как брат. Я долгое время не выходил на поле, поэтому предложение киевского Динамо стало для меня приятной неожиданностью. Кто я такой? Каллозе Пене. Каллозе Пене. Каллозе Пене. Каллозе Пене. Каллозе Пене. Ребята, приглашаю всех вступить в ряды нашей дружной динамовской семьи. Живи футболом и делай ставки на матч любимой команды только на сайте компании Favorit Sport. Только Киев, только победа, только фаворит. У меня есть тату на теле, где изображен мой любимый персонаж из... Каллозе Пене. Каллозе Пене. Для меня это «Бенхамин Барбич» «Бенхамин Барбич» Он говорит два слова, и он даже не говорит Он имеет два из своих любимых видео Да, я знаю, но... Я вам покажу, я вам покажу Я знаю, что ты ошибаешь, но смешно Я вам покажу одну вещь Я знаю, но я вам покажу одну вещь Две секунды Я знаю, я знаю, но он просто так быстро Вы можете сделать это Да, я знаю Я знаю Почему он сделал это? Микки Маус? Да, его любимый персонаж Может, когда он маленький, он любил Микки Маус Да, может Следующая вопрос, давай 6-1 5-1 5-1 Свой первый гол за «Киевская Динамо» Я забил на своей родине Говорят, меня хотела купить «Валенсия» Франсоль Валенсия хотела купить его Франсоль Когда ты говоришь «Валенсия», это «Спайна» Да, он получил первый гол в «Валенсии» Нет, это «Валенсия» Это «Валенсия» Но, на самом деле, мы должны … 6-1 Стоп чеат, это нормально Дай мне также Дай мне бумаги Если ты делаешь палец, то дай мне Дай мне Папец, это телефон Да, но он его Я хочу найти мобиль 6-1 Это как мы играем в теннис 6-1 Хоккей, айсхоккей 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 Денмак – это хорошая команда Тихо и… Однажды я послал антре буквы болельщиков шахтера Я довольно часто веду себя странно поддавшись эмоциям Кто я? Крэйзий гай Хоккей 7-1 Окей, дай мне спросить Почему ты знаешь все это? Бро, потому… Почему ты знаешь все это? Нет, нет, нет Почему ты знаешь все это? Бро, потому… Потому что… Айсхоккей, крэйзий гай Айсхоккей 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 Я видел игрок против Шактар Когда он получил красную карту И я знаю, что он делает такие вещи Он тоже классный парень И Буя Он более камер-капер Я очень скромный парень Но могу похвастаться тем, что стал самым молодым капитаном Динамо в городе Эй, Витя Эй, я не знаю, потому что я хотел его… Ты слышал, что Наполея хочет его покупать? Да, я слышал Что я могу сказать? Он хороший игрок? Я думаю, он очень хороший Я считаю, что Витя очень хороший футболист Достойно играть в Европе Как игрок Динамо я бы, конечно, хотел, чтобы он остался Но лично желаю ему яркой карьеры в сильном чемпионате Что ты можешь сказать? Я полностью согласен Цыганков один из лидеров команды И несмотря на свой возраст, он уже очень хороший капитан У меня есть одна смешная история о Цыганкове Она связана с нашим знакомством Ты знаешь, он неплохо говорит на английском Так вот, приехал я на базу Динамо Готовился к тренировке Подходит Витя О, привет, как дела? Приятно познакомиться И все такое Потом спрашивает, на какой позиции играешь? Я отвечаю, могу и на левом фланге, и на правом Он так смотрит на меня, а потом говорит, лучше левый фланг Я начал смеяться Говорю, окей, окей, нет проблем Можешь играть справа, если хочешь Он хороший парень В Украине моя фамилия очень похожа на один из популярнейших алкогольных напитков Кто я? Джим, кто я? Я знаю, но ты ответил Окей, 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 если ты знаешь, то спрашивай мне Репети, и ты... Моя фамилия очень похожа на алкогольных напитках в Украине Пожалуйста, назвать этот напиток? Если я назвать этот напиток, то ты знаешь этот парень Но тогда это просто, кто быстрее Нет, 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 я не знаю Ты не знаешь его Бро Репети Скажем 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 Пиво 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 В моей стране меня считают очень перспективным футболистом Недавно местный журналист даже приезжал в Украину снимать про меня документальный фильм Кто я? Ты А? Он говорит G или что? Я думаю, это Бервич Не Бервич Это питье, но они не хотели посмотреть на мою брилиантную голову из фрик-кика Это я? Это я Это я Это я, брат 7-4 До того, как вернуться в Динамо, я стал чемпионом Англии С тех пор я довольно часто звоню Арсену Венгеру, когда нуждаюсь... 8-4 8-4 1-1 Пару месяцев назад я играл против пятикратного обладателя золотого мяча и после матча он сказал журналистам, что я выглядел очень хорошо на поле Миколенко Миколенко Миколенко, они играют против Фортугаль, Кристиан Да, ребята 9-4, брат 9-4 Я не знаю, что вы... 5 тишетов, брат Для отличия, я имею в виду Микер, что ты? Почему? Почему результаты? Я думаю, что это нормально, когда ты знаешь, что он ошибается У меня есть смешная история о своем дебюте за Динамо Играли с Шахтером, на поле я совершенно другой человек, которого не узнать Я не выражаюсь нецензурно, однако не знаю, как объяснить Дааа, я помню эту историю Это правда, Карлос в жизни и на поле это два разных человека Помню, как в дебюте один из игроков Шахтера начал провоцировать его Кажется, это был Морайес Карлос, наверное, со злости за несколько секунд сделал кросс в 200 метров Я просто не поверил своим глазам От него всего можно было ожидать, но только не этого На поле он псих, но с хорошей стороны Я считаю, что это хорошее качество Могу сказать, что также им владеют Это очень хорошая деталь в твоем игре Дааа, игра с Шахтером была очень запоминающейся Я был очень злой на многих соперников Я считаю, что мне дали незаслуженную желтую карточку в том матче, так как фол был неумышленным Думаю, арбитр сделал это, чтобы остудить пыл Так как я был заведен, и с тем же Алланом Патриком мы неоднократно кричали друг на друга на поле То есть ты сразу прочувствовал остроту этого матча? Да, но я в каждом матче так выкладываю Окей, парни, спасибо, что пришли, надеюсь вам понравилось наше шоу Скоро увидимся!